При родах это была родовая травма, она себя не проявляла, ну, где-то, может, год, до года, до полтора, как они начались ползать, и она начинает пытаться вставать на ноги. Они даже говорили эти слова папы, мамы, мы все это слышали, а потом начался просто регресс, резкий, просто сразу. Мы еще сделали прививку, как в определенное время детям ставить там в плечо и под лопатку. Оказывается, не нужно было ставить прививку, она только усугубила. И вот через три месяца после прививки мы этот регресс увидели, собственно, на глазах. Нам ставили аутизм, хотя Аркадий как бы намекает на то, что это как очень-очень легкая степень ДЦП, потому что при родах позвонок сместили, когда маме помогали. Роды были естественные, хотя нужно было делать кесарь, потому что два здоровых парня, они больше трех килограмм каждый, им мало кислорода, мало всего вот этого было. Нужно было, пускай они были бы немного недоношенные, но таким, возможно, этого вообще ничего не было. Вот это вот рука, вот это вот тоже рука, вот это вот ноги, вот еще вот это ноги, вот это лов, это нос, вот это глаза, рот. Мы детский садик проехали мимо, ну мы пытались ходить в коррекционный детский садик, но так как у них вот эти вот психи, аутичные черты свои, вот эти замашки, они не давали нормально воспринимать мир, чтобы они что-то впитывали, учились. Вообще ребята способные, вот Илья вот у меня через все вот эти свои недуги, он все равно переступает, учится очень. Кстати, у таких детей, как замечено даже врачами, память, как один раз увидел на всю жизнь, как картинку посмотрел, вот Илья один раз увидел, он все запомнил. Нельзя показывать пароли в телефоне, ничего нельзя, он все это умеет, все это знает, даже больше, чем я в телефоне знаю. Мы то, того как вообще узнали про этот центр, мы еще три года по разным ездили. Вот именно вот такой работы с детьми я еще вообще нигде не видел. Как ни странно, врачей у меня дети боятся. Ну просто не любят белые халаты. Ну, к Давиду они просто, как сказать, они его не то что опасались, они к нему приглядывались. А потом, не знаю, как он с ними общий язык находит, сразу, после первого же сеанса, все. Все дети, когда приходят, бегут к нему. У него же всегда кабинет открытый. Я не знаю, они там просто сидят. Вот он ловит эту тонкую грань, расслабляет. Почему-то вот дети, вот неважно какой сложности ребенок, я, ну, видел, как приходили и пугливые дети, в плане звуков, полностью всего. У него они там все успокаиваются просто. Да, я понимаю, что у него где-то тут, наверное, застой какой-то. Ну, вот где мы были раньше, это все было не то. К этому относятся, как вот, как к работе. У Давида, как сказать, аура здесь другая. У нас с каждым, ну, с каждым разом ребенок сюда сам хочет идти. Егор сразу к Давиду идет. Никуда сразу к нему. Я не знаю, как это объяснить. И у нас улучшение сразу за две недели причем. Вот у Егора, допустим, есть в определенных частях черепа водичка накапливается. Как называют ее все. Шишки такие образуются. Вот за две недели они вот просто практически исчезли. У него морщины появились. То бишь, у него будут здесь две шишки, кожа натянутая. Теперь они исчезли. У него получились такие морщины. Кожа не успела назад вернуться. И он себя стал чувствовать хорошо. Они стали между собой контактировать, как вот все нормальные дети. Вот телефон один, когда просит мультики посмотреть. Раньше у себя там дома. Это было невозможно. Это, скорее всего, ты потеряешь телефон, его разобьют. Там они подерутся. Теперь я им ставлю мультики, включаю. Они вдвоем сидят, смотрят. С начала до конца. Раньше это было просто бесконечное перелистывание всех подряд. Поездка сейчас приятная. Ну, просто прокатиться на транспорте. Кричать они перестали просто. Они к этому спокойно. И когда ты им объясняешь, что Илюша, Егор сейчас будем выходить, они встают. То бишь, я их не дергаю, не поднимаю. Как бывало. Вот упрется ребенок, ему надо дальше ехать. Тебе нужно выходить. Они встают, берут рюкзак и выходят вместе с нами. Без проблем вообще просто. Они вместе смотрят мультики. Стали вот рядом. Невозможно было им сидеть, вот, допустим, даже обедать. Они сейчас кушают спокойно вдвоем. И никаких проблем нет вообще. То есть они у нас на глазах просто, как цветок. Все преображается, преображается. Все равно ты со временем, вот, если ничего не делаешь для ребенка, вообще ничего. Он, в принципе, не развивается. Он стоит, ты к нему привыкаешь, привыкаешь. Ну, кричит он и кричит там. Ну, Давид тоже подсказывает, как нужно с детьми работать. Нужно менять свой подход. Я сейчас дам толчок развитию. Ваша задача, как бы, подхватить и не давать, как бы, спуску, ну, в том же направлении идти. Желание появилось через какое-то время вернуться еще раз сюда для закрепления. Просто неважно, в какой пойдет он. Резко мы пойдем на выздоровление. Просто хочется еще раз вернуться сюда. Это необъяснимо, но оно работает. У меня лично были сомнения, ну, какие-то. Но теперь у меня нет сомнений. Я не знаю, как это объяснить. Даже Давид иногда спрашивает у врачей, как вот объяснить родителям. Вы можете там определение дать или как вот это. Мы не можем пока дать. Это вот есть у человека дар. Он может это делать. У Давида же тоже были свои дети с такими похожими же проблемами. Вот он, так сказать. У него уже большой, кстати, опыт. Тем, кто не верит, лучше один раз попробовать, чем потом, ну, как жалеть, что они этого не сделали. Пойдем на выздоровление, пойдем в коррекционную школу. Потом, это же, опять же, нужно комиссию проходить, чтобы в обычную школу попасть, нужно пройти к комиссию, чтобы комиссия подтвердила, что ребенок здоров и не считается инвалидным. Это очень тоже, это бюрократия муторно-муторно. Пока только светит коррекционная школа, но я думаю, это не такая проблема. Дети становятся обучаемы просто с каждого раза. Все равно школу мы точно закончим. Неважно, в каком там направлении, как все дети, или чуть позже, это все равно будет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин